Саудовская Аравия 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 но и вообще в принципе это явление с непродуманной западной политикой что тут они все делают и поэтому так это все и происходит вот но ведь оппоненты отвечают но подождите мы знаем довольно известный акт акты террористические так далее когда убивали садата прямого никакого американского влияния не было когда братья мусульмане разворачивали свою деятельность в египте прямого западного влияния мы тоже не наблюдали одессе в 90-е годы возьмем чечню но правда тут возвращаемся к первому то что это все пришло откуда-то из-за рубежа вот как-то получше бы разобраться с этими проблемами по моему для академического научного исламоведения было бы все-таки важной задачей вроде бы пишется немало на эту тему но как-то разрозненные усилия и напрямую доказанной связи нет ну вот социально-экономические проблемы наверняка но надо же еще точно посмотреть а почему они превращаются именно в исламские вот эти вот проявления с исламской составляющей наверное есть какие-то другие другие еще другие какие-то еще вещи есть еще один сюжет который я хотел тоже очень коротко отметить но сейчас как-то он у меня выпал с памяти может быть немножко устал явился из поезда на конференцию может быть что-то еще забыл я какой второй момент хотел еще отметить но во всяком случае задач для но научного исламоведения здесь немало в этом отношении поэтому тема выбрана важно и интересная но все-таки разбираться с конкретными явлениями связанными с вот иностранными боевиками без осознания или осмысления общих причин вот этого явления а раз мы не знаем точно причины или по крайней мере не договорились между собой то значит мы тогда и не точно определяем методы преодоление этого явления ведь сколько лет ведется борьба ситуация оказывается не только мягче а на наоборот даже может быть еще осложняется это говорит о том что может быть направление выбрана не совсем точно а если может быть они выбрали точными направления но они неэффективно проводятся в жизнь вот что здесь как как сочетаются между собой разного рода факторы другое дело что меня вполне удовлетворяет то что сегодня было сказано на пленарном заседании до сегодня прозвучало что конечно идейная составляющая крайне важно мы все-таки в советские времена вполне возможно преувеличивали роль идейного фактора у нас все было идейный фактор идейная борьба идейный фактор мы очень часто его преувеличивали значение но мы сейчас современной россии но может быть последние годы преодолеваем преодолеваем эту крайность но в течение многих лет она у нас была мы наоборот дарились другую крайность мы вообще списываем на ноль любой идейный фактор мы говорим что только деньги все решают какие там идеи только деньги все это делается за счет денег вот идут значит вот какие-то факторы мы все-таки пока еще недостаточно занимаемся идейной составляющей этим виталий вячеславович сегодня своем выступление на пренарном заседании привел несколько фактов несколько примеров и совершенно не не иносказательно в прямом смысле сказал что можно продолжать перечень этих этих вещей там и всякого рода и фетфи и заключение современных мыслителей часами но самое интересное что нас идеологию террористов знают прекрасно почитайте работы одного александра александровича и гнатенко или дабаева и вы замечательно все увидите а вот ответ альтернатива много ли у нас таких публикаций и серьезных работ есть много ли они преподаются у нас широко и вузах которые ориентированы на востоковедное образование в достаточной степени ли эти предметы находят свое достойное место в учебных программах религиозных учебных заведений мне думается что здесь еще много что можно сделать идеологии террористов и изучают прекрасно а ответ им не дается я встречался со студентами очень но и уважаемого казанского татарского татарстанского вот университета исламскую сейчас он как называется институт или университет уж я иногда путаю институт вот и я удивлялся иногда хорошие ребята но не например не знают элементарных фет в которые выносятся саудовскими улемами на эту тему а у них там уже около десятка по крайней мере таких фет фет вы заключение которые академия фика при организации исламского сотрудничества выносит каждый год нас на всех сессиях и сколько их много лиги исламского мира европейского совета по фетовым исследованиям общественному мнению эти эти позиции известны по моему крайне недостаточно но я прошу извините что затянул на этом остановлюсь продолжая то что сказал леонид рудольфов еще очень интересно вот есть несмотря на то что изучай не изучай фет вы все есть и все это можно изучать но все время появляются в этом русле радикализма какие-то новые явления ты одно только назову буквально последнее время стало она стала привлекать внимание так называемый семейный джигадизм или семейный терроризм когда обращаются эти вот тенета радикальные целыми семьями из этого раньше не было сейчас стали на это обращать внимание от мои коллеги на ближнем востоке это вот появилось новое явление когда семьями идут воевать скажем сирии и это тоже нужно какие-то вещи нуждаются в осмыслении вот почему это сейчас именно появилось почему стали семьи идет семья чем два поколения сразу раз и эндоктренируются идут вот что за этим стоит надо просто постоянно нам обновлять свое знание и пытаться интерпретировать как то и может быть помогать духовным наставникам религиозным деятелям я сознательно не употребляю слова священнослужители она все-таки более христианское чем исламское тоже реагировать на эти явления не всегда вовремя реагирует извините виталий вячеславович реплику можно короткую ведь как известно семейно родственный фактор для мусульманских сообществ испокон веков является один одним из определяющих и мы знаем массу примеров этого как там целые кланы в средневековье установили с хариджитами там а другие наоборот шиитами и так далее и тому подобное так что то о чем вы сказали может быть это проявление одной из традиционных таких вот тенденций мусульманского мира условиях ну что ли известного отката назад как вы думаете этого не исключаю но почему этого не было скажем почему на это не обращали внимание видимо этого не было в таких масштабах там я знаю два года назад или полтора почему сейчас появилась наоборот мы знаем на примере чечни скажем что там часто были расколы даже в одной семье один брат там другой брат на другой стороне а здесь появились вот эти семейные походы в этот псевдо джигадизм почему может быть вы правы может быть вы правы может так она есть она это просто раньше не обращали внимание может это было или может это вот это ретро де традиционализации или архаизация произошла просто я к тому что чтобы за этим не стояла я согласен с вами дмитрий валентинович но надо исследовать просто такие вещи чтобы мы их не упускали извините и давали какой-то ответ и может быть это помогало бы с этим бороться да и уважаемые коллеги слова предоставляется василия александровича кузнецова кандидата исторических наук заведующий центром арабских и исламских исследований института востоковедения российской академии наук и тема его доклада проблема насилия и компромисса в арабских политических культурах пожалуйста спасибо я в каком-то смысле я буду говорить продолжать в широком смысле то о чем мы говорили перед этим но боюсь что немножко менее фактурно это будет я бы так сказал на самом деле когда мы говорим о вот когда мы задумываемся там о новейшей истории арабских стран или о текущих событиях существует совершенно очевидная реальность которую которую понятно мы все видим да что эмпирически да мы все понимаем что насилие политическое насилие там в разных странах она играет разную роль в арабских у нас есть пример тунис и алжира который мне кажется ярчайший пример вот у нас есть страна где было четыре политических убийств за всю историю независимости есть рядом страна абсолютно такая же с точки зрения там географии каких-то путей исторического развития которых все независимое развитие было наполнено насилием у нас есть за последние годы опыт национального диалога в тунисе и имени бахрейне и только один опыт из них удачный оказался почему не получается почему делали в том что разные просто ситуации делали в том что различаются обществе делали в том что различаются политические системы почему получается вот эта фетишизация насилия со стороны даешь так далее но когда мы только пытаемся концептуализировать эту проблему оказывается что все совершенно непонятно потому что непонятно не что такое насилие не что такое арабские политические культуры на каком основании мы их разводим на каком основе какие критерии мы выделяем и я вот хотел бы порассуждать как раз на этот круг темы предложить может какие-то схему для дальнейшего анализа конечно мы можем понимать насилие как обычно понимают как некий ущерб собственности или жизни людей но иногда она появляет понимается и шире как угроза собственности или жизни и вопрос включая можно понимать его как фукопы немал максимально широко хотя они используют термин насилия но фактически да любая практика дисциплинировать дисциплина сообщества тоже оказывается практикой насилий насилий насильственный как у фуко у жижек и и так далее мне кажется что с точки зрения прикладного анализа имело бы смысл как раз просто учитывать то как в том или ином обществе рефлексирует сетмен скажем в 2015 год палестина так называемый интифада камней ну когда разъяренные палестинские молодые люди бросали камни в израилетян это считалось ненасильственным сопротивлением вопрос ну вы же камень он же больно ударить есть членовредительства вами говорили что это ненасильственное сопротивление то что нету нету жертв с другой стороны пример не с ближнего востока но очень такой яркий это 2014 год студенческие протесты в болгарии по поводу чисто муниципальных вопросов когда студенты называли свое общество фашистским потому что им запрещает там открытие столовой приблизительно такая была мотивация то есть вот само восприятие насилия да но очень разным оказывается разных обществах если мы берем случае ли ливии или сирии то я вспоминаю фразу сказано мне одним из поставленных ливийских политиков там не сказал ну что-то да и ждалишь кулина филиппе даешь все мы в ливии даешь потому что мы сразу голову друг друга режем потому что нет у нас никакой культуры диалога это сказал это в разуме сказано политическим советником премьер-министра фаджер либе в 2015 году то есть для ситуации да вот этой войны фактор насилия перестает быть вообще каким-либо маркером политическим с другой стороны и существует вопрос как это на политическое насилие вообще соотносится с политикой мы здесь мы можем выделить две противоположные крайние точки зрения веберовского с его идеи государственной монополии на легитимное насилие с другой стороны прям противоположная позиция александра кожева с идеи несовместимости насилия и власти потому что власть в сущности своей отрицает насилие понятно что при том что диалектически как бы кожев кажется более логичен позиция выбора она ну кажется больше ближе по крайней мере к реальности более удобно для анализа и мы политику можем вообще мне кажется в этом контексте описать как некую игру похожую на игру в покер где именно угроза применения насилия является основным аргументом и уровень насилия становится остается низким до тех пор пока угрозы остается достаточно пока не приходится это проверять и есть отсюда мы переходим к арабским политическим культурам то очевидно что возникает вопрос вот если мы согласны с тем что к насилию по-разному обращаются сегодня в разных аргументах то о формировании этих политических культур и возможности да и скорости их изменения потому что если мы о ситуация восемнадцатом веке ну при всей диверсифицированности там арабских обществ но в общем это было примерно одинаковая политическая культура мне кажется что когда мы говорим о традиционной вот арабо-мусульманской политической культуре то я бы говорил что в ней можно могут быть с точки зрения как раз легитимного насилия могут быть выделены разные политические насилия разные уровни первый высший уровень уровень такой умозрительной культуры имамата халифата который больше существовал скорее в трудах там аль-маварда других теоретиков где политическая система строится на основе консенсуса экспертного сообщества а соблюдание соблюдение этого консенсуса она оказывается возможным благодаря как раз фигуре халифа который является носителем вот этого легитимного насилия и легитимность насилия стран халиф она обеспечена тем что его власть делегирована ему умы там через так или иначе с другой стороны понятно что вся эта система работает только до той поры пока фигура халифа остается так или иначе сакрализовано и в реальности мы можем отметить что с ранних пор у нас халифы вынуждены были постоянно подтверждать свои полномочия именно через насильственные акции я напомню что по крайней мере с девятого века ежегодные кампании антивизантийские да становится вот этим элементом джихада который который вынуждены ввести халифы чтобы подтвердить свои властные полномочия это это важный атрибут власти халифа если мы говорим о более низком уровне а политической системы политических отношений то ключевыми аopolit que игроками оказываются племена летно четкий группировке это fonctionальные группировки это постоянный балл и вопрос насилия вопросу стабильность и политического это просто поддержção балансы между этими группировками ситуация меняется в двадцатом веке когда появляется возможность монополизации средств насилия со стороны И появляется современное государство. Я бы сегодняшние эти государства классифицировал с точки зрения форм, функций и уровня применения политического насилия. С точки зрения форм достаточно очевидно, существование вертикального насилия между обществом и государством. Государство и общество, когда мы говорим о диктаторских системах. И горизонтальное, между этноплеменными группами или этноконфессиональными группами. В случае, если у нас система более или менее стабильна, то в основном у нас превалирует вертикальное насилие. Основной функцией которой является легализация власти. И мне кажется, здесь есть четыре варианта этой легализации. Во-первых, это вариант, который мы находим в Daesh, когда происходит такая фетишизация насилия, когда насилие воспринимается как необходимая жертва, как необходимость для подтверждения истинности реализуемого проекта. Помните, у Джефферсона была фраза, что «свобода – это дерево, которое периодически надо поливать кровью предателей и патриотов». Фактически речь о том же самом. Второй вариант – это насилие как верификация способности лидера принимать решения. Здесь очень важна борьба с террористическими организациями, какие-то демонстративные казни, демонстративные расправы. Там вот Ливия эпохи Каддафи, она хорошо это демонстрирует, например. И третий вариант – это меморизация насилия, которая тоже обеспечивает легитимность власти, то, что мы видим в Алжире, когда именно память о сначала войне за независимость, потом о гражданской войне 90-х годов становится основным фактором легитимизации тех или иных политических сил или делегитимизации их участия во власти. Соответственно, вопрос о возможности компромисса в этих случаях – это вопрос о консенсусе между политической властью, политическим режимом и обществом. И достижение этого консенсуса окажется наиболее реально либо в случае максимально архаизированного общества, которое перестает фактически быть субъектом отношений, либо в случае, наоборот, максимальной модернизации. То, что мы имели дело в Тунисе, когда у нас есть развитые гражданские институты, которые могут репрезентовать общество и могут оказывать на него реальное влияние, не входя, при этом не участвуя сами в политической игре. И второй вариант, о котором я говорил, – это горизонтальное насилие, которое, в общем, это либо борьба этноконфессиональных группировок, или это трейболистская или регионалистская борьба. При этом понятно, что в случаях этноконфессиональных группировок ситуация осложняется тем, что борьба быстрее становится экзистенциальной, и силы борются за всю полноту власти, и тогда урегулирование часто оказывается невозможным. А что касается трейболистской, то, в общем-то, речь идет о перебалансировке, о достижении нового какого-то эквилибриума в политическом пространстве. Но это достижение, оно, в принципе, может затягиваться, по-моему, до бесконечности. То, что мы имеем дело, это ситуация Ливии. И в этом случае какой-то национальный диалог или обнаружение какого-то общей платформы в отсутствии Семен-Косударства, оно оказывается, по-моему, невозможно. Все, спасибо.